Чао, Хуми, и сегодня на обзор попала очень интересная коллаборация. Ну, в принципе, это все, что, наверное, нужно сказать в начале, поэтому... Интро. Минуточку, я опять забыл сделать рекламную интеграцию, я опять забыл прорекламировать себя. Обязательно подписывайтесь на мой паблик, где можете купить кроссовки, куча изи, всего вот этого, в общем, по ссылочке в описании. Ну, и также подписывайтесь на мой новый инстаграм, чтобы видеть все лайвстори, все какие-то живые моменты, чтобы быть в курсе всех событий. Все, приятного просмотра. А, и еще хотел сказать респект Кириллу за предоставленную пару, частенько подгоняет кроссы. Спасибо. В общем, с чего вообще стоит начать обзор этой модели? Наверное, с коробки. Нет. Наверное, правильнее будет начать с названия, но названия здесь никакого красивого нет, это просто коллаборация двух брендов, как Nike Air Jordan, магазин в Лос-Анджелес Union. Ну, и модель называется, типа, Jordan Y, я лучше с экрана прочитаю, потому что она длинная и скучная, Union Air Jordan 1 Retro High OG Energy. Собственно, думаю, по коробке здесь сразу понятно, что человек, который делает коллаборацию, конкретно это Крис Гибс, это основатель магазина Union, Union, ну, это что-то типа такой концепт-стору, магазин с кроссовками в Лос-Анджелесе. Если грубо говорить, наверное, это что-то в духе КМ-20, такой небольшой магазинчик, но судя по тому, что они делают коллаборацию с Air Jordan, это сильно круче, чем КМ-20. В общем, чувак очень олдфажный, вдохновлялся 80-ми, 90-ми, к сожалению, меня тогда еще не было, ну, 98-й год рождения, наверное, не считается. Ну, это прям вот для олдманов, для олдфагов, для, типа, чуваков 30 плюс лет, наверное, точно. На крышке здесь много всяких баскетбольных, видимо, каких-то значимых моментов, пасхалочек, но для меня это все пустые картинки, поэтому здесь ничего сказать не могу. Что у нас внутри? Вообще, вот, ритейл-кроссовок, напомню, составляет 15 тысяч рублей, и вот за 15 тысяч рублей это очень достойная коробка, классно, за это прям респект. Идем дальше, на этом сюрпризы не заканчиваются. И вторая очень классная вещь, за что мне действительно понравилась эта коллаборация, это бумажка. Как бы это странно ни было, но бумажка здесь сделана прям шедевральной, очень аккуратная, чтобы нигде не порвать. Здесь она прям сверху дониза напичкана всеми теми особенностями, которые присутствуют в этой коллаборации. Это сшитые шнурки из двух цветов, это вот коробка, то, что оригинальный низ и крышка сделаны от Юниона. Это суши с замши, в общем, все-все элементы, которые отличают эту пару от обычных высоких Джорданов, у Джишных, здесь прописаны, и это сделано очень круто. Вот, ну и немножко история, то, что Крис Гипс, это чувак, опять же, владелец магазина, который занимался проработкой дизайна для этой коллаборации. Он хотел, чтобы кроссовок вызывало прям такое жуткое чувство ностальгии по всяким там блошиным рынкам, по тем же самым секонд-хендам. Потому что вся задумка их коллекции, коллекции, кстати, потому что были релизы, это не только кроссовки, были также еще шорты, майки, худи, если не ошибаюсь, еще штаны. Все было сделано с упором на то, чтобы все это отсылалось к такой дико винтажной теме и показать именно то, что кроссовок может быть крутым не только, когда новые там блестящие сполки, а то, что даже там старый, потрепанный, в данном случае вот этот УДЖИшный силуэт может действительно выглядеть очень годно. Мне кажется, у них это действительно получилось сделать. Два кроссовка, левый и правый, они, в принципе, ничем не отличаются. Единственное, то, что на правом шнурке у нас есть Майкл Джордан Тэг, но даже здесь они постарались. И вот с одной стороны здесь еще такая, ну, типа, сложно разглядеть, но надпись Юнион есть. Оп, сам кроссовок, вот даже запах, вот он пахнет, он пахнет резином в лоб. Запах реально похож на 98-й Бенц, но если сравнивать с запахом вот даже Вейпер Максов, их когда достаешь из коробки, там запах такой пластмассы. Ну, логично, потому что там просто как бы подошва и текстильный верх, и с текстильным верхом и подошвой резиной пахнет только подошва. Здесь кожа замша, замша, и оно пахнет совершенно по-другому, у меня никогда не было Джорданов, поэтому, видимо, они, наверное, все так пахнут, но запах, вот даже запах здесь очень сильно отличается. Напомню, что было две расцветки, здесь конкретно у нас такая тема, что сшиты два кроссовка, ну, конечно же, типа сшиты. Низ кроссовка, это расцветка Black Toh, то есть черный, белый, красный, и вот этот вот верхний элемент, это от бело-серой расцветки Джорданов, по-моему, она никак не называется. Есть вторая, второй Colorway, он дропался эксклюзивно в Union, поэтому в России его, к сожалению, достать нет возможности, пар меньше, они дороже. Вот этот пар, кстати, в десятом размере конкретно стоит 600 баксов, чуть больше. Midsole, Midsole расцветки Sail, то есть это такой какой-то бежевый, то есть оригинально OG модель шла с белым Midsole, но здесь, опять же, чтобы передать всю вот эту винтажность, весь вот этот вот запах 90-х, он сразу сделан таким желтоватым, именно таким, каким он становится, там, после нескольких, наверное, лет носки на обычных белых Джорданах. Здесь вот он сразу идет такой немножко типа состаренный. Носок у нас здесь сделан из кожи, причем вот я смотрю прям на строчку, но детали сделаны очень круто, прям вот очень, не знаю, давно не видел настолько прям проработанных швов, нигде ничего не торчит, нигде, ну, нет, конечно, где-то вот прям в микроскопических моментах что-то есть, но никакого там клея, чтобы что-то куда-то там вылезало, чтобы вот так вот все это выглядело, как это на всех новых кроссовках бренда Adidas происходит. Здесь ничего такого абсолютно нет. Кожа, здесь прикольно сделано то, что вся кожа идет вот так вот по краешку, по канечку, не знаю, как это правильно назвать, в желтом, в желтой расцветке, скорее всего, это, опять же, потому что это цвета Union, и вся вот окантовка всех материалов, всех выкройек, она тоже сделана именно из желтого цвета. Это, казалось бы, такая маленькая и незначимая деталь, но весь этот кроссовок пропитан просто вот всякими вот такими вот штуками. Дальше, свуш, свуш у нас выполнен из замши, достаточно приятный на ощупь материал, шнурки сделаны в двух цветах, несложно заметить. Это, опять же, сейл, опять же, типа, состаренные шнурки, и даже вот здесь черный, я не знаю, может, мне кажется, конечно, по-моему, он действительно не совсем черный, он либо дает, то есть он либо чуть-чуть подкрашенный, либо это navy, то есть синие шнурки, опять же, даже к шнуркам, то есть со шнурками здесь, помимо того, что соединили две расцветки, здесь даже нижнюю часть, по-моему, что-то с ней либо подкрасили, либо что-то с ней сделано, потому что она не просто черная, либо у нее уже плохо, я не знаю. Wings logo, оно здесь немножко оверсайзнутое, оно идет увеличенным, и, по-моему, немножко позиция у него поменялась тоже. Ну и, конечно же, шов. Шов, который делает вид, что сшивает два кроссовка, и, на самом деле, на заднике это именно два разных кусочка кожи, потому что здесь видно, что идет прострочка, здесь материал разрезанный, обратно сшит. Tech Union LA, немножко такая офвайт тема, ну и вообще, в принципе, кроссовок, да, чем-то схож с офвайт. Кстати, вот язычок здесь сделан именно точно так же, как это было в Jordan of White, он здесь не прошит, и торчит пенка. Опять же, чтобы показать всю вот эту вот их состаренность, вообще, Крис Гибс, чувак, опять же, создатель магазина, он хотел передать это условно, что ты, у тебя есть два поломанных кроссовка старых, изношенных, и ты из них пытаешься сделать один годный, один вот такой вот кастом, который будет один во всем мире, и сшиваешь вверх от одного кроссовка и низ от другого, и у тебя получается вот такая вот модель. Выглядит очень круто, я не ношу Джорданы, я не люблю Джорданы, но, но вот это вышка. А вот, кстати, язычок, язычок, здесь интересный момент, язычок, потому что действительно сшит. Если верх кроссовка здесь только сделан вид, то есть снаружи он сшит, но внутри это один кроссовок, то язычок здесь именно прошит с двух сторон. Я не знаю, как поймать фокус, чтобы оно на мне не фокусилось, наверное, как-то так. И с другой стороны, это все та же строчка, и язычок здесь действительно состоит из двух элементов. В общем, сделана очень круто, очень крутая реализация. Модель действительно заслуживает внимания. Для сникерхедов, ну, со стажем, для пожилых людей, скажем так, это прям что-то очень крутое. Для меня это, конечно, никакой особо исторической подоплеки не несет. Давайте под этим роликом наберем обязательно побольше лайков, чтобы следующий ролик вышел быстрее. Ну, а с вами был я, Никитка Пасечный. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok